Покорить мировую публику не выходя из звукозаписывающей студии. Как? Руководство к действию прямо сейчас. Столичный шоу-бизнес ему не интересен. Талантливый челябинский музыкант Антон Белов покорил Финляндию. Его студийный проект Кауан за рубежом известен больше, чем на родине. Композиции исполняются на языке суоми. Антон начал учить его пять лет назад. Финский язык — это акцент, и это некая печать на моем коллективе. Если бы не было финского языка, я сомневаюсь, что это бы принесло популярность последним двум альбомам. От жесткого дума до эмбиент-пост-рока. За пять лет существования музыка Кауан изменилась до неузнаваемости. Сегодня основу композиции составляют клавишные партии. Они придают музыке атмосферность. Гармонично сочетаются с ними отстраненный вокал, акустическая гитара и звонкая скрипка. Проект концентрирует внимание на передаче определенного эмоционального состояния. Сегодня в арсенале Кауан три полноформатных альбома, выпущенных на крупных европейских лейблах. Однако продолжать творить лидер группы намерен в Финляндии. Челябинец признается, в России его музыка просто не востребована. Почему я туда переезжаю? Я посмотрел там, как раз тот самый подход к музыке. Я посмотрел на то, как там правительство дает и государство дорогу. То есть там очень много инвестиций в музыку идет. Там много инвестиций даже в тяжелые группы. Несмотря на большой успех, концертов Кауан не дают. Проект «Детище одного человека». Для записи в студии Антон Белов приглашает сессионных музыкантов. Дольше всех вместе с лидером играет скрипачка Любовь Мушникова. Правда, уже осенью в Финляндии Антон планирует собрать полноценный коллектив. Финны во всем мире считаются настоящими музыкальными гурманами. Поэтому челябинский композитор уверен, найти единомышленников в этой стране ему будет намного легче. Это была рубрика «Внутри звука». Слушайте только хорошую музыку. Тысячи миль проложенных шпал. Туда, где меня никто не ждал. Всюду и везде, всегда и вечно. Транситом по жизни до конечной. Где кое-кто ждет меня на перроне в шестьдесят шестом поезде, в шестом вагоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова